Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это небольшой новостной блок новостей из мира The Isle of Rima. Перед началом ролика, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим донатерам на канале за вашу финансовую поддержку каналу, а также спонсорам. Спасибо, друзья! А также хотелось бы еще раз вас призвать, друзья, обязательно подписываться на наш канал, потому что, ну, посмотрите на эту статистику. Наши ролики набирают большую кучу лайков, тысячи просмотров, но 63% вы смотрите ролики без подписки, и всего лишь 37% подписчиков на канале смотрят с подпиской. Да, я, конечно, понимаю, что у нас есть другие ролики на разные темы на канале, не всем нравятся новости, динозавры, айл и прочее, но 63% вот даже сейчас многие люди, которые смотрят данный ролик, ты смотришь по-любому без подписки. Так что обязательно прямо сейчас подпишись на канал, это еще больше меня смотивирует для вас снимать классных, крутых роликов. Спасибо! Ну что же, погнали! Ну и, конечно же, первое, что мне хотелось вам рассказать, это то, что мы знаем, вышло обновленное ночное зрение. Да, мы знали, я вам рассказывал неоднократно, что ночное зрение выйдет в шестом обновлении, но разработчики решили ускорить этот процесс, и буквально на неделе нам завезли новое ночное зрение. Собственно, оно очень схоже с Legacy, ну, правда, немного яркие краски, как нам, в принципе, и обещали. Многие до сих пор спрашивают, почему они не оставили или не переделали то ночное зрение, которое мы видели до этого, да, помните, объемные детали и прочее. 50% игроков Эвримы, к сожалению, начали жаловаться разработчикам, потому что у многих начались головные боли, боли в глазах, мигрень и все прочее. Поэтому разработчик прислушался к игрокам, и нам поменяли ночное зрение. Более того, скажу, что в шестом обновлении у каждого динозавра в игре будет собственное ночное зрение. Кто-то будет видеть лучше, кто-то хуже. Насколько мы знаем, с самым лучшим ночным зрением будут обладать Траадон и Дилофазавр. Еще одна, не менее важная новость, которая буквально просочилась недавно. Я где-то на Ютубе, Яндекс.Зен и, собственно, в нашем Дискорде делал пост, но немножко там не так перефразировал. Собственно, новая система диет уже готова. Ее предоставляют отделу Кьюалити Асараунс, так что, скорее всего, я думаю, буквально недельки-две, если все будет хорошо, мы увидим эту систему диет на закрытых стресс-тестах. Собственно, что такое система диет, я рассказывал в предыдущем ролике. Если что, ссылочки все в описании. Да, и кстати, помните, нам показали концепт Кецель-Куатля, и там был показан дрон. Подписчик с ником Табат мне кинул кое-какую догадку. Многие, наверное, ломали голову, откуда взялись эти киборги. Так вот, его догадка. Ну, а вы, собственно, потом напишите в комментариях, что вы думаете об этом дроне. Дроны можно будет собирать наемниками, если найти какой-нибудь свежий труп динозавра, вовремя перевести его на базу, а также полное управление будет только с базы, через какое-нибудь маленькое устройство типа рации. Ну, а теперь, наверное, пришло время к анализу двух концепт-артов, которые нам сегодня показали разработчики в официальном дискорде. Первое. Это концепт-арт Альберта Завра. А второе. Это не менее, я бы сказал, вкусный концепт, приближенный максимально к реалии. Посмотрите. Собственно, как будто игровой момент уже с полностью свышедшей и доделанной эвримы. Давайте приступим к анализу Альберта Завра. Альберта Завр. Род тераподовых динозавров из семейства тиранозаврит. Длина 9 метров. Масса варьировалась от 1,5 до 2,5 тонн. Скорость передвижения достигала до 25 км в час. По зубам ему, в принципе, средние травоядные динозавры это майка, пахич, диаблик и стегозавр. Средние хищники это Церка, Барионикс, Алазавр и Дилка. На концепте, пожалуй, я сразу выделю один момент, который явно указывает на механику боевки Альберта Завра. Обратите внимание. Два Альберта зажали стегозавра с двух сторон, и один как будто рывком-тараном, такого же, как у Корнотавра, разбега вцепляется в голову стегозавра. Скорее всего, это будет бросок охватом жертвы в шею, либо в голову. Концепт того, как Альберта Завр заходит в человеческие постройки. Один наемник прячется за стеной. Кстати, обратите внимание, сзади на маленьких бегающих травоадонов. Альберта Завр не очень большого роста, поэтому в данного рода постройки он сможет с легкостью проходить. А вот безоружный человек-игрок при виде такого монстра будет очень беспомощным. Да, явно Альберта Завр выйдет после шестого обновления, когда выйдут люди. И обратите внимание, как два Альберта на две части разрывают человека. Ох, выглядит достаточно жестко. Следующий кадр, который мне очень даже нравится. О чем говорили когда-то разработчики. Посмотрите, стая травоадонов решила напасть на Альберта Завра. Но Альберта Завр просто давит травоадонов, тем самым убивая их. Да, система давления, или как правильно выразится, придавливания, она будет в дальнейшем в будущем в Эврима. Большее существо размером и весом сможет раздавить меньшего динозавра. Насколько мы знаем, что Альберта Завр достаточно быстро бегает, а также у него будет механика рывка, так что в будущем в игре это будет хорошее засадное животное. Обратите внимание на потомство Альберта Завров. Помните, в одном из роликов новостей мы с вами рассматривали Аллозавра, где тот сможет в будущем переносить в своих лапах трупы. Так вот, данная механика переноса трупов будет и у Альберта Завра. Только она будет работать иначе. Мы сможем спокойно переносить небольшие трупы таких динозавров, как Тенонто Завр, спокойно в челюстях. Следующий кадр тоже очень ценный и говорит нам о многом. Итак, первое. Собственно, это обновление кровь. Второе, это система миграции. Обратите внимание, труп, даже сгнивший, я бы даже сказал больше, это кости. Все, что осталось от Тенонто Завра. Две пачки Альберта Завров пытаются разделить труп. Вспомните, в одном из роликов я вам говорил, что некоторые виды динозавров смогут питаться костями. Так вот, скорее всего, здесь отсылка именно к Альберта Заврам. Второе, миграция. Давайте напомню, травоядным с помощью системы миграции в будущем нужно будет проходить целый цикл биомов, в которых будут находиться и их нутриенты. То есть, если стадо задержится на местности слишком долго, растения перестанут расти. И им придется перемещаться по карте. А вот хищникам придется идти по следам тем самых травов, подкарауливать их и нападать. Уловили мысль? Вот он. Все, что осталось от стада. И таким животным, как Альберта Заврам, придется побороться за еду. Возможно, это единственный скелет, который остался в нескольких квадратных километров на острове. Остальное стадо ушло. Нет, я не говорю, что Альберта Завры будут каннибалами. Скорее всего, нет. Просто за выживание нам придется драться. Ну что же, наверное, на этом разбор концепт-арта Альберта Завра мы закончим. Приступаем к другому, не менее интересному концепту. Посмотрите на тень, свет, визуализацию, анимации юторапторов, людей, строений. Как вы видите, даже есть та самая известная вертолетная площадка, которая будет в игре. И, насколько мы знаем, что даже будут воздушные средства передвижения. Сюда даже хорошо вписалась погода. Обратите внимание на дождь. Кстати, мы как-то рассматривали погодные явления в одном из наших роликов. Не знаю, как вам, но здесь я явно вижу весь тот хоррор, который будет в дальнейшем в игре. Кто-то до сих пор утверждает, что, играя за людей, можно спокойно будет выживать, особенно находясь с оружием в руках. Но обратите внимание, что даже небольшая стая юторапторов с легкостью правится с двумя вооруженными до зубов наемниками. Мне кажется, здесь даже какая-то засада. Открытые ворота. Может быть, даже эти юторапторы выбили дверь. И одному наемнику уже не повезло, став ужином ютораптора. Не знаю, как вам, но я очень пронизился атмосферой будущей Эвримы. Так что, если тебе понравилось данное видео, обязательно пальчик вверх, подписка на канал и жми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые прохождения, стримы и новости по The Isle of Rima. И не только. Всем хорошего выживания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok